Здравствуйте! В эфире телепередача «Минутка с доктором». На дворе зима, а в это время беречь свое здоровье особенно важно. Но как укрепить иммунитет в холодные месяцы? Об этом мы побеседовали с врачом-валиологом Солигорской центральной районной больницы Еленой Руденя. Наша иммунитет – это наша иммунная система, которая состоит из нескольких органов. Это вилочковая железа, тимус, это селезенка, это лимфатические узлы, это кишечник. Все эти органы либо же вырабатывают клетки, либо же накапливают их. Наши клетки – это лимфоциты. Они вырабатывают антитела. Именно антитела – это белки, которые являются оружием нашего организма против болезнетворных бактерий и вирусов. В домашних условиях можно укрепить иммунитет на каком-то уровне. И существует нескольких методов. Ну, например, для того, чтобы укрепить наши такие органы, как вилочку в железу или селезенку, нужно употребление таких витаминов, основных витаминов. Это витамина А и витамина Е. Про витамин А содержится в моркови, в ягодах шиповника, каротины, которые содержатся в томатном соке, в яблоках. Допустим, витамин Е содержится в всех растительных маслах, особенно в оливковом масле. И хочу обратить внимание на льняное масло, которое традиционное для Беларуси. Достаточно употребление двух столовых ложек, можно в чистом виде, можно для употребления в салатах. Она очень полезна для деток, не более столовые ложки для деток. Льняное масло полезно не только содержанием витамина Е, но и содержанием омега-3, омега-6 жирных кислот, которые содержатся в жирных рыбах, в красной рыбах. Поэтому восполнить дефицит рыбы можно употреблением льняного масла. Существует также в продаже льняное семя. Его тоже можно употреблять, но очень с осторожностью, не более одной ложки столовой при добавлении салата. Этими семенами можно заменить семечки, орешки, кешью, которые мы добавляем в салаты. Хочу отметить, для употребления любого продукта должен быть срок годности. Особенно это важно для льняного масла. Льняное масло должно быть холодного отжима. Должно быть, если оно вскрыто, то вскрыто при употреблении не более месяца. И когда появляется уже горьковатый вкус, его не следует употреблять. Вторым важным моментом для поддержания нашего университета, укрепления наших клеток иммунных, является употребление таких витаминов, как витамин С и железо. Это цитрусовые и те же наши яблоки. Большую очень пользу приносит употребление цинка. Достаточно 30 грамм тыквенных семечек в сутки, чтобы восполнить суточную норму на 70% по цинку для организма. Цинк содержится в неочищенном зерне, цинк содержится в дрожжах. Такой важный микроэлемент, как селен, в котором богаты зерновые, хлеб, также важен для поддержания иммунитета. Для того, чтобы укрепить иммунитет, не менее часа нужно ходить на свежем воздухе, чтобы актеризировать иммунную систему и насытить кислородом сердечно-сосудистую систему. Если задача взбодрить наш иммунитет, можно употреблять такие естественные адаптогены, как кардиола розовая, как настойка элитрокока, настойка женьшеня. Также хотела бы отметить, что хроническая усталость на 100% снижает наш иммунитет. Поэтому здоровый сон и нормально высыпаться для взрослого человека, как и для ребенка, это на 100% важно для укрепления иммунитета. Такая именно кислота, как трептофан, которая является строительным материалом для гормона счастья серотонина, ведь с приходом ночи серотонин преобразуется в гормон сна – мелатонин. Мелатонин помогает нам высыпаться. Серотонин называют гормоном счастья. Так что же нам нужно сделать для того, чтобы нас немножечко сделать счастливее? Нужно употреблять аминокислоту трептофан с продуктами пищи, ведь сам организм ее не вырабатывает, только с продуктами питания она к нам поступает в организм. Чемпионы по содержанию этой аминокислоты из белковых – это индейка, это сыр, орехи, грецкий орех, бобовые, все бобовые содержат. Ну и хотела бы еще отметить по поводу шоколада. Бытует такое мнение, что это самый частый и распространенный антидепрессант. Да, это правда, но самый полезный шоколад – это горький шоколад. И самое полезное в шоколаде – это содержание какао-бобов и какао-масла. Чем больше в шоколаде процент содержания какао-бобов и какао-масла, тем полезнее шоколад. Достаточно 3-4 кубика употребления шоколада в день, чтобы получить положительный эффект. Теперь вы знаете, какие продукты следует употреблять в пищу, чтобы не заболеть в зимние месяцы и укрепить свой иммунитет. С вами была телепередача «Минутка с доктором». Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова